здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 1 октября 1 день 2 дня месте осени у нас дождик перми идет блогер из перми бессонов сотрудник гв бывший бессонов алексей борисович но вот меня спрашивает вопрос возможно ли у всей гражданская война ну вы знаете я вам вот что хочу сказать что историю уже пишет победитель в этом плане вот судьба например карамзина который так сказать пушкин помните микраймон написал про его история как это научит любви кнуты и прелести самовластия то есть фактически историю историю государства российского карамзина я кстати прочитал все его тома он до смутных времен дошел она написана была так сказать в угоду вот дому романов и есть атернативные взгляды вот сейчас фоменко так сказать прокучивает совершенно свою так сказать историческую парадигму утру сказать правда не правда но спорные аспекты они есть да есть классическая наука историческая история которые так сказать спорят не соглашаются не соглашаются но тем не менее знать это все нужно потому что развивает знаете как классик наш пушкин писал что как там и гений парадоксов друг да сколько нам открытие чудные который просвещение дух и опыт опыт сын ошибок трудных гений парадоксов друг поэтому знать это надо чтобы какие-то выводы делать из всей ситуации которая сложилась и так далее стране чтобы поэтому когда мы говорим о гражданской войне но так гражданская война семнадцатого года кстати она по большому счету ничем не отличается той смуты допустим которая была между там московским и тверским княжеством да по сути своей да то есть они бывают эти гражданские войны и типа то есть смуты допустим семнадцатого века начала и так далее россия переживает смуты смутные времена и мы на давних живем а потом побеждает тайная группировка она выстраивает свою историческую парадигму пишет свою историю привет своих доктора как было с марктизмом россии кстати напрасно и и астротизму подвергли марктизму там много было очень интересного также какие либеральные теории теории напрасно нам цккпсс не давала возможности изучать там тоже было очень много интересного но вот так поэтому когда гражданская война ну вы вспомните как большевики пришли к власти я уже говорил об этом ленин да мне кстати был толковый очень интересная работа есть но не был он был политик политик это он действительно был и он с начиная с третьего года я говорил кого вот эту его социал демократию рсдрп и в конечном итоге он ее расколол в седьмом году в тот седьмом создал свой большевистский центр который конечно тоже развалился и с седьмого года по семнадцатый десять лет ленин вообще съездов даже не собирал то есть все последний прошел после семнадцатого году летом в конце лета когда уже большевики должны были брать власть когда керенский вооружил петросовет и так далее тогда же ленин пишет в эту знаменитую работу государства революция где в общем-то вся вот летом в августе семнадцатого где вся концепция большевизма по поводу государства да она там изложена но такая интересная работа с точки марксистов так сказать где классовая теория и так далее но кстати там почти нет упоминания римском праве ни реформы граха нет ни реформы так сказать не так сказать правление октавиана так сказать да там когда так кто там не правление не реформ цезаря который фактически при помощи правовых институтов да он ввел в стране абсолютизм абсолютизм да там принципа доминат но секторуническое право изучал все это знают да то есть поэтому как бы ну войну-то не большевикизм начинали да там уже ситуация была такая и разгон учителинства войны здесь тоже ни при чем да там все сложнее было там как ворума нету не было хотя кто-то не только был ворум да так сказать когда они вышли с левыми сэрами прогрессорс организовали да там такая смута у смуты нет как бы положительных отрицательных нюансов она де-факто не надо воспринимать да то есть там так сказать командующие фронтами начали начали санта готовить интервенции в россии потому что и так далее но тем не менее большевикам удалось эту смуту преодолеть сформировать правительство власть удержать но в этом плане я вот недавно узнал совершенно очень интересный факт что вы поняли что никакой монолитов партии ничего этого не было на десятом съезде ркпп ркпб то где-то мне побили и так далее двадцать пять процентов делегатов съезда а это высший орган таскать ну парки там правящие тогда были присыпи других партий были писали кадетов и ссеров и октябристы даже будет то есть это говорит о том что там не было никакого абсолютной победы фото монолита там абсолютно только доминанты марксизма там там не было просто люди подчинились как сегодня в единой россии кого только нет и либералов и демократов даже яблоки есть вот самая там это знаменитая мировая да она же была яблочница по демократической ценности пыталась посередине так сказать принимать законы такие инициативы вносит что так сказать охранительные что волосы станет ну это вот такова и такова история да поэтому вот так сказать да и в этом плане ленин же я говорю что ленин не собирал съезды да с 7 по 17 и сталин не собирал съезды с 39 по 52 год а какие там дискуссии шли да там на 8 9 10 11 съезде там понимаете там удацистов группы были левых коммунистов военная позиция была там одна группа с другом боевался в итоге победил сталин да и вот я хочу сказать что вот когда мы говорим о безопасности там на кгб вот моих конфликтов вы должны понимать что например андропов никогда не был там кадровым чекистом вот как я да прошел так сказать что с азов нас с казармы и тогда все это поступение все андропов андропов на кгб отправил суслов кстати суслов был один инициатором вот как раз высылка народов да уже был возглавлял там ставропольский райком партии да и он таскать чеченские народы член гушев это ингушей это он тогда крымских с командованием фронтов проводил такую операцию одним центром выселения этих народов в кавкан году но это вот не выкинешь песни и вот тогда когда антропов стал пришел в шестьдесят седьмом году в кгб тогда в кгб появилась вот это название пятое линии это управление я уже говорил об этом что по конституции кстати 36 года вот создание этого органа под большим вопросом стоит почему потому что в конституции все права граждан были гарантированы суббудренными мнения высказываниями это потом уже когда в 77 году приняли новую конституцию 77 года там появилась статья 6 а там можно было говорить о легитимности законности но тем не менее в 67 году когда создавалось пятое управление и кстати первоначально группа А создавалась потом уже терроризм в конце 87 году там структуры реформы произошли а первоначально она в пятом управлении была и вот когда появилось это пятое управление политическая полиция кстати до 67 года не было политикой занималась прокуратура но есть призывы то что называется возбуждай сажать в тюрьму все там так сказать если антисоветская пропаганда возбуждать сажать в тюрьму а вот как раз в 67 году антропов начал вот это политический сыск стране был с подачи суслова то есть причем вот мы когда говорим о диссидентах мы говорим всегда о гонении таскать вот на либеральный круг да кстати с приходом контропов это либеральный круг только как то называется расцвело понимаете там было осуждено по всем этим статьям 77 там и так далее в советских годах года за 100 всего 3000 человек в этом движении было около там называется просто тысяч да а вот что касается так называемых националистов русских вот там по ним проехались очень-очень здорово да и я думаю что тут без суслов не проходил потому что суслов был главный идиолог да и тогда вы помните вот галича смерть галича 77 году да когда он на радио свободе там выступал критиковал советскую власть по тем временам это было очень серьезно и галича убили как он погиб он якобы в розетку там что-то током его ударило но всегда что-то кгб делал я думаю что не безосновательно можно говорить что возможно там ну по крайней мере следов никто не стал даже полиция германии тогда где он жил там или франция не помню она не могла найти то есть если это дело кгб то по крайней мере сделано было нормально не как сейчас кайполя там траванули под и наследили ли полонию литвинейка в Европу запачкали а там в общем-то до полиции она подозревалась с холанского кгб его убило потому что тогда в тем временам критика да и сейчас на тюненко же убили в том числе за то что он там говорят с испанцами начал готовить процесс по отмыванию денег лапировка ленинградской ну и в том же и за критику путина в этом тоже критика она никогда власти не воспринимается в востоке не надо говорить что у нас там толерантное общество говорит что хочет нет власть всегда очень болезненно реагирует на критику и ваш покорный слуга так сказать да всегда приехал практически под негласный контроль местного фсб накануне выборов властью ко мне но это ерунда так вот и антропов тогда же вот мне кажется суслов он и начал готовиться вот к захвату власти в стране тогда он впервые кстати он стал членом политбюро в семьдесят этим году впервые после перья до этого в принципе только фсб обычно министерство силовое так сказать оно является является что называется предательный механизм да формально но таскать выполняются крутые функции какие-то но в общем то он не является гостоположающим ведомством в системе управления государства там есть прокуратуры и суды и ведомства которые занимаются экономикой но тем не менее он стал и вот эти странные смерти да и Кулакова помните Машеров который так сказать погиб при аварии Кулакова это его застрелили там и слухи о том что они у Лукьяна нашли с полевым ранением странные смерти да ну так вот про русских националистов Шукшин да говорят что накануне его смерти они готовили воззвание к президенту Брежневу где говорили о там крахе русской деревни что политика проводимая идет по его деревне но с его точки зрения не говоря что там возникнет фарб после этого ну можно сказать так или не так но я не скучаю возможности потому что на самом деле и сейчас тоже правящие режимы всегда очень болезненно воспринимают критику тем более когда знаковые лица и писатели там и так далее как начинают критиковать какие-то названия обращения писать вот то же самое мои обращения КГБ делает вид что имели имели как мети имели да но тем не менее присматривают так будет здоров я чувствую тональность меняю начинаю так сказать переходить на критику так все начинают активность проявлять так сказать местные по заданию так сказать сможет и в администрации президента меня смотрят и так далее то есть не надо они не не относятся к этому так сказать они всегда высмеивают так это их позиция давайте высмеем это на самом деле они галочки ставят там динамо поэтому не надо к этому не надо думать что это очень просто так вот Янтрогов тогда действительно начал захватку власти но я уже говорил там и нефтяной кризис играл огромную роль когда огромные деньги появились в семь раз за год выросла цена на них с с с с серединарном году с двух до четырнадцати а советская экономика она же была планова она не могла освоить все эти деньги поэтому деньги расспросали по всем счетам различных банков его можно так сказать борьба началась за эти деньги практически помните когда после ГЧП начали погибать второстепенные там управляющие делами кто-то так сказать уже ввел финансовое сопровождение счетов вдруг стали страны умирать ну это вот политика большая и в этом плане КГБ кстати никогда не играла самостоятельной роль в международных делах КГБ было предательственным механизмом ну где-нибудь заверновать деньги агенту принести и далее а мозговой это центр был кто международный отдел СКПС там решали какую партию поддержать в этом плане рассказывает очень интересный анекдот в случае лидером французских коммунистов должен был вместо себя стал Жорж Маше да так сказать кстати он был как раз социал-демократ да он был так сказать но там была другая фамилия он должен был стать у него фамилия была Жорж простите фамилия была Гандон да и так всегда решали такой вопрос ну как же он будет будет возглагать так сказать компартию встречаться с Брежневым и то что генеральность Китая Капаса говорит Брежнев встретился с Джоржем Гандоном все 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 в России все так сказать публика со смеху умрет поэтому вместо него стал Жорж Маше а он как раз был социал-демократ и так сказать а тот Гандон был тот он был такой сталинец очень жесткий такого плана поэтому ну к сожалению да такие анекдотичные случаи это политика что такого страшного нет так вот я хочу сказать что Андропов шел к власти и сегодня уже открыто говорят что Брежнев Брежнев умер не своей смертью что так сказать его в 7 число он стоял на трибуне в принципе так сказать обострений таких не было он больной был как человек но не на такой степени а 10 через 3 дня почему потому что 20 ноября должен был быть пленум на котором он должен был уйти стать почетным представителем партии а первым секретарем должен был стать Щербинский да ведер Украины ну и Андропов что называется последний прыжок сделал говорят что он умер и первым кто приехал к нему на дачу есть вспоминание жены Брежнева был Андропов утром приехал когда только сообщили о его смерти забрал чемодан какой-то а что за чемодан говорят что Щелоков готовил арест Андропова да такие все дела связанные с странными убийствами катастрофами странными якобы что ведомство Щелокова кстати он создал очень мощное ведомство системы МВД он создал лучших сысков состных ведомств в мире на работку было нормально но тем не менее вот не шудьба была но это политика поэтому когда вы говорите о гражданской войне ну это борьба за власть я вам хочу сказать что ну вы же видите что Путин в 99 году если верите в СМИЯ мне кажется что в основании есть не верить да для поднятия рейтингов они взрывали дома ну а история с сахаром в Рязани ну конечно сама СССР за руку поймали никогда нельзя даже самых сложных операций исключать цельский фактор потом не надо думать что в КГБ там все продумали такие что да нет как правило все операции очень просты не проходят да кому-то что-то передать это что-то забрать и так далее и как правило чайский фактор он всегда играет доминирующего невозможностью просчитать поэтому когда нормальный оперативный работник планирует какую-то операцию связанную с передачей документов передачей денег забрать документы скажем секреты и так далее как правило это бесконтактная передача через тайники и как правило он должен просчитывать что называется провал какой-нибудь за ней адвокат посылает человека там ликвидирует кого-то оружие берете в последний момент выстрел или забирается ликвидируется или маскируется убийство под несчастный случай что в общем то делают так сказать без службы всех стран гораздо более эффективно да то есть заболел раком вот в чаве случайно после или так сказать и так сказать несчастный случай с автомобилем в этом плане в России в этом плане я хочу сказать вот той структуре которая была в Советском Союзе да КГБ она выполняла такие функции ну выполняла вот ну насмотрщиком было да политические дела вела там кого-то там дербовала там какие-то дела возбуждала периодически отчитывалась перед судне передавала потому что им надо там чем-то отчитываться о своей работе там да и так далее но помимо вот так сказать общей общей такой деятельности чем занимались КГБ на самом-то деле еще была внутренняя ну не разведка а контрразведка да это скажем исполняет комиссия по делу партийного контроля да вот как раз Андропов в этом плане будучи директором КГБ у него были такие негласные отношения в том числе в четвертом были с Чазовым а многие предписывают смерть допустим Суслова и Брежнева делал их в Чазово предпочитают что они еще какие-то там лекарства какие-то мешали там и так далее нельзя исключить что я не знаю представлена не была лаборатория которая занималась изготовлением ядов для ликвидации так сказать и так далее ну в КГБ как таковой лаборатории такой не было специально но но были научно-исследовательские институты в рамках КГБ которые решали вопросы в том числе и скотовление различных химических веществ но они заказывали они не то что если Сталин шел по пути Берия шел по пути создания этой лаборатории внутри КГБ то у КГБ Андропова дело хитрее они просто направляли заказ в какой НИИ химической обвешивали там гостайной тот же новичок они разрабатывали в рамках этого НИИ принадлежащего там Министерству сельского хозяйства и так далее внутри не надо было иметь такую лабораторию в этом плане они были научены опытом то есть они делали эти яды в этих НИИ там может подлеживаться секретно то же самое сейчас происходит этими убийствами которыми Немцова убили как пишут видимо занимаются ребята Кадыров причем ситуация там очень простая то есть исполнители получают срок 8-10 лет фактически они не отбывают наказания в судах они признаются раскаиваются якобы они уезжают а потом дальше просто их под это прячут на эти 8 лет и так далее но там какие-то проверки если нужно будет их привозят туда в камеру и так далее но фактически вот де-факто сегодня они не КГБ занимаются вот экспедиции политиков и так далее они сопровождающего они что называется не фейсбекинг они что называется делают там эти обеспечивают прикрытие а исполнители это ребята Кадыровы и так далее ну и все процессы там судебные и так далее то есть фактически да и так же в ЦК КПСС то есть реально это сказать вот контрразведкой был комиссия по активному контролю она тоже фактически КГБ передавала материалы прослушки они прослушали материалы негласные науками лидеров ЦК КПСССР они передавали передавали в комиссии партийного контроля вот там действительно так сказать ну там было управление административными органами которое фактически контролировало в том что КГБ игру контролировали внешним людям контролировали потому что как правило сегодняшняя партия и они так сказать фактически осуществляли контроль то есть да что там за жены не подглядывали что при помощи средств КГБ там какие-то политику не влезли ни в свои дела там как правило сидели бывшие руководители КГБ и так далее а то же самое здесь то есть администрация президента отдел проходительных органов он этими вопросами занимается и кстати Путин повторно пишет об этом его и привезли туда чтобы Ельцин Чубаси его сюда привез где-то Ельцину порекомендовали как решало и первый вопрос который решал был как раз с Рохлиным помните Рохлин формировал ДПА они хотели окружить Кремль офицерами в рамках закона безоружия потребовать отставки лиц на причине войны Чечне он был странно убит и после этого Путин стал директором ФСБ а потом уже так сказать он был человек надежный выполнял скрытые приказы фактически он был в администрации президента курировал прохранительные органы фактически он он и занимался всеми этими вопросами он был штат неограничен да он в любом ведности мог создать любую группу засекретить ее и решать любые вопросы для режима что он и делал то вот вот Роклину якобы жена убила жена оправдали это по крайней мере пишут никаких тайн я таких не знаю не знаю поэтому поэтому гражданскую войну ну если они пытались дома взрывать Березовский же правильно сказал что я их убеждал что делать этого не надо что мы включим кнопку мы этот рейтинг мы поднимем без всяких взрывов домов путем так сказать журналистов ну наконец-то им потом это удалось они перестали взрывать а стали по помощи салагировать крутить ему рейтинг вы помните ситуация на Донбассе ситуация в Крыму рейтинг у него вырос до 80 процентов хотя его рейтинг был первоначально не больше 30 процентов ну и Зюгангел помогал помните поднять рейтинг когда снял свою кандидатуру на выборах и поставил этого Ритонова тогда у него рейтинг быстро выскочил победил 70 процентов набрал но это вот такие игры они очень они не очень простые они очень примитивные простенькие но понимаете что кстати сумма надо иметь чтобы в стране появилась какая-то оппозиция в том числе для этого должна быть хоть какие-то элементарные свободы да вот Горбачев пытался так сказать что называется провести в стране политическую реформу и вот видите так сказать появилась какая-то оппозиция какие-то игры сложные появились там яйцин появился который начал валить КПСС и создал другую систему управления принял другую конституцию 1993 года и так далее ну и предложим вам вот эту вот либеральную модель управления без цк КПСС оказалось тоже в тех годах что КПСС навечно что такие правила будут всегда то же самое сегодня скучать ничего не возможно то есть война начинается в элите как за отрешением Николая Второго стоял генеральный штаб Алексеев который хотел тут поролить создать конституционное правительство новое правительство принять конституцию и возглавить думские депутаты стояли ну и конечно англичане стояли у них свои политические были цели но тем не менее так и здесь нельзя отключать ничего я не уверен что вот эта система управления которую создал Путин даст свою вертикаль власти с отсутствием выборов и так далее что она навсегда ну поживем увидим по крайней мере здоровья его много он крепкий мужик он будет держаться у вас до конца в том числе и при помощи вот убийств пистолетов ну вы увидите что основные критики кто пытается его свергнуть да Немцов и Вилюхин погибают кого-то кто-то убивает в назидание так сказать всем представителям оппозиции проявлять одну вилегер типа Навального который решает свои проблемы так и так далее ну вот так вот эта политика знаете в этом плане Киплин писал что большая игра закончится тогда когда мир остановится в этом плане и Марксин же возникал тоже на период когда англичане вели войну с германцами с немцами за Ближний Восток и Рынская газета она критиковала правительство в Германии потом ее разогнали и куда уехал господин Маркс он уехал в Англию якобы там в библиотеках писал писал работы социалистами их шансы написал первый там капиталов по сути пересказал теорию прибавления ну и привел статистику тяжелого положения человека труда и так далее ну вот такая история наша она сложна трудна ну и надо знать это интересно по крайней мере так сказать позволяет как-то ориентироваться выработать свою точку поведения в ситуации вот такие дела поэтому нечего скучать я не скучаю возможно что социальные потрясения не будут еще ну это всегда бывает в истории государства да никогда не бывает так сказать раз не навсегда данных моделей и систем управления да то есть поэтому спасибо ваш Бессонов Алексей Борисович